И на что готов был Сергей Лазарев ради популярности? Порой даже какие-то издевки были. О, звезда наша идет. Известными на всю страну они стали в самом юном возрасте. Их ровесники играли во дворе, а они торопились на репетицию или на съемочную площадку. Им завидовали, ими восхищались, они были своими в каждом доме. Но чего стоила эта известность самим маленьким артистам? Какова обратная сторона детской популярности? Быть звездой в школьном возрасте – счастье или проклятие? Наташа, можно тебя на минуточку? Я сейчас. В голове всегда была профессия артист. Я не представлял себя, не знаю, бухгалтером, мясником. К Славе он целенаправленно двигался с самого детства. Но путь на сцену для маленького Сережи Лазарева не был усыпан розами. Я очень хотел попасть на «Утреннюю звезду». Мне было неважно, что делать – танцевать, петь, каким-то образом, хоть полымать, да, но надо было попасть на конкурс «Утреннюю звезду». Но вскоре пришлось столкнуться с обратной стороной Славы. Чем известнее он становился, тем труднее приходилось в личной жизни. Чем пришлось пожертвовать певцу ради успешной карьеры. Любой сексуальный контакт, с кем бы то ни было, вызывает бурную реакцию, вызывает сплетни, слухи и домыслы. Говорят, что Слава – это наркотик, почище любого запрещенного препарата. Не каждый взрослый может перенести испытания медными трубами. Что же говорить о детях? Наши герои стали знамениты в самом юном возрасте. Кто-то больше, кто-то меньше. Стоил ли успех того, через что им пришлось пройти? Я не могу сказать, что во мне вдруг проснулось это желание петь. Нет, оно было всегда. Мы могли бы так никогда и не узнать актера и певца Сергея Лазарева. Ведь в детстве он всерьез хотел стать спортивным гимнастом. Но, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло бы. После травмы со спортом пришлось расстаться. И Лазарев решил все силы отдать другому своему увлечению – музыке. Первый раз я оказался на сцене. Это был ансамбль имени Локтева и концерт в зале имени Чайковского. Мне было тогда, если я не ошибаюсь, где-то 10 лет. Я очень перенервничал, и у меня была сольная песня. Первый блин оказался комом. Маленький Сережа выступил не очень хорошо. Но мальчик с детства отвечался упорством. Он целенаправленно двигался к главной цели – выступлению на популярном в те годы конкурсе «Утренняя звезда». Однако легко ничего не давалось. Дни были расписаны буквально по минутам. Сольфеджио, вокал, актерское мастерство. Одноклассники к такому увлечению относились с нескрываемой иронией. Какой мальчик любит ходить в школу на уроки музыки? Никто, да, особо? Как-то что-то несерьезно все. Не по-мужицки. Вот в футбол поиграть, пойти во дворе – да-да-да. А это пение несерьезно. Но Сережа не обращал внимания на косые взгляды и смешки за спиной. Впереди маячила главная цель – стать звездой. Его все чаще показывали по телевизору. Участие в различных программах и конкурсах. Заветная победа в «Утренней звезде». Съемки в «Яралаше». Ну а тем, что его голос звучит в каждом выпуске знаменитого киножурнала, Лазарев гордится до сих пор. Мальчишки и девчонки, а также их родители. Это действительно так. Мне было тогда 12 лет. И я вместе с еще одной девочкой, Женей, мы вдвоем записали эту песню. И вот она там до сих пор играет. После школы для него не было вопроса, куда поступать. Он для себя давно все решил. Надо какую-то профессию получать. И для меня это было ужасом. Потому что я даже не понимала, какую профессию можно получить, как певец, артист. Сказано – сделано. Дуэт с Мэш, работа в театре, участие в различных телепроектах. Сейчас он популярный и востребованный артист. Детская мечта осуществилась. То, что я по кирпичикам смог выстроить, ну, только, наверное, благодаря своей упертости, и потому что я другого ничего не представляю для себя. Но он с грустью признается. Есть и обратная сторона славы. Быть счастливым, быть любимым, взаимно, и душевно, и по-настоящему в шоу-бизнесе очень тяжело и очень редко. Тонкая и ранимая душа артиста Лазарева интересует поклонниц гораздо меньше, чем его спортивное тело. Потому что поделиться информацией, что я там занимаюсь сексом с известной актрисой, или известным певцом, или известным, неважно, да, известным публичным человеком, ну, это, в общем-то, просто только дай возможность. Люди любят поделиться такими пикантными ситуациями. Однако Сергей ни о чем не жалеет. Детские усилия не прошли даром. Сейчас его популярности завидуют многие позабытые кумиры, которыми он восхищался в детстве.